Добрый день! Я представляю манки компании Манков. Хочу рассказать о одноязычковых маночках. Маночки имеют достаточно простую и надежную конструкцию. По своему принципу манок работает на одном лепесточке. Выглядит рабочая часть таким вот образом. Чем при необходимости маночек можно разобрать, собрать, обслужить. Чем хорош манок одноязычковый? Как любая простая конструкция, она отличается своей надежностью. Манок не боится влаги, не боится плохих погодных условий. Из-за того, что конструктивно наши манки выполнены таким образом, что влага, попадающая на рабочую плоскость вместе с выдыхаемым воздухом, попадает слюна, конденсат, просто влага, она отводится. Это позволяет манку работать максимально долго. Это позволяет манку не бояться влаги, сырости. То есть даже при попадании манка в воду достаточно его просто стряхнуть. Это даст вам возможность продолжить работу дальше. Значит, еще раз повторюсь. Если все-таки возникла необходимость разобрать манок, что нужно сделать? Манок разбираем, выкручиваясь движением в противоход. Берем за край язычка лепестка, вытягиваем его в бок, чтобы не сломать лепесток. Если нужно, прочистили руками или ветошью, если есть. Опять же, собрали, как получается. То есть конструктивно манок создавался для того, чтобы на охоте он не отнимал у вас время и не отвлекал на себя. То есть, насколько это возможно. Собрали, визуально проверили. Примерно такая операция. Значит, следующее, что хочу сказать. Как нужно работать с манком? То есть манок – простое устройство, но тем не менее требующее определенного навыка. Первое, что нужно знать и помнить. Необходимо манок брать всегда в одно и то же положение в руке. Манок держится между большим указательным пальцем, зажимается вот в такое вот колечко. Остальные три пальца руки получаются слегка расслабленные и согнутые. По форме напоминает ладошку, как мы берем водичку в ладошку. Примерно такая форма ладошки. Должно получиться у вас нечто похожее. Для чего это нужно? Когда мы выдыхаем воздух, воздух выходит из горна, и вот с полусогнутой ладошки получается такая игра звука-резонанса. Необходимо как раз для того, чтобы получить близкий к утиному звук. Значит, дальше. Манок подносим к губам как бутылочку с водой, то есть его не глотаем, его не облизываем. Подносим, я его беру примерно на одну треть, закрываю губой. В две трети нижней части манка я работаю в эту часть манка. То есть примерно должно быть так. Дальше. Что нужно сказать про дыхание? Дышать необходимо. Это важно. Дышать нужно грудью. Так называемое верхнее дыхание. Чтобы было понятно, тип дыхания может быть похож на то, что человек испытывает, если ему ударить, скажем, в живот, получается непроизвольный выдох. Либо мы похожим образом дышим, когда пытаемся протереть стекло. То есть каким вот образом. Звуки, которые я издаю при манении, похожи на звук ут-ут-ут. В принципе, звук может быть разным. Я просто говорю о том, что делаю я конкретно. Соответственно, для того, чтобы у вас получился обычный кряк, необходимо взять манок в руку правильным хватом, расслабить руку. Сейчас можно не акцентировать внимание на то, чтобы работать рукой. Об этом скажу чуть позже. Работаем грудью, выдыхаем спокойно, без нервоза. Звук ут-ут-ут-ут-ут. Точно такой же звук мы используем при осадке птиц. Осадка получается. Делаем все то же самое. Сокращаем звуковые отрезки. Начинаем с длинных. Короче-короче-короче. Осадка. Нужно понимать, что осадку птица дает в достаточно таком. Импульсивном порыве, то есть это должна быть яркая, озвучная игра звуков. Значит, что должно получиться? Еще раз. Ут-ут-ут-ут-ут-ут. Приблизительно нечто похожее должно получиться. Также на охоте можем использовать звуки кормежки птицы. Кормовые звуки, которые используются птицей во время еды. Кавтологии, тем не менее. Звуки достигаются путем извлечения. Я говорю в манок нечто похожее языком. Так-а-так-а-так. Или можно так-так-так-так-так-так-так. Вот здесь как раз очень хорошо помогать себе рукой. Думаю, что самое время рассказать о том, для чего нужны остальные пальцы руки. То есть, когда мы выдыхаем воздух, необходимо расслаблять руку. Отпускать один-два пальца, всю ладонь. Кому как удобно, непринципиально. Главное, чтобы это движение было плавным и без нервоза. Для чего это нужно? Выходящий воздух резонирует в руке. Если мы отпускаем ладошку, звук раскрывается. Получается максимально достоверный живой звук. При кормежке мы как раз играем рукой. То есть, если при других звуках ладонь отпускаем, не сжимаем, то при кормежке мы играем рукой, играем пальцами. Простой крек. И кормовые звуки. Я думаю, что каждый охотник для себя найдет и определит правильные действия рукой. И, в общем-то, эти звуки, которые выдыхают. Значит, что еще хочу сказать. Я бы посоветовал начинающим охотникам, либо охотникам, не имеющим навыков работы с манками, именно одноязычковые манки, как первый манок. Почему? Во-первых, манок достаточно надежен, что позволит вам, что даст дополнительные возможности на охоте. Манок простой в обслуживании. Манок может выполнить все звуки птицы, от кормежки до осадки. И при этом манок, в общем-то, не боится неплохих погодных условий, небрежного к себе отношения, тем более манки из пластика, могут прощать некоторые грехи при манении. То есть, на мой взгляд, это максимально подходящий манок. Он может быть как рабочий манок, как первый манок. Многие делают ошибку, покупая сразу сложный двухязычковый манок. На нем нужен дополнительный опыт, дополнительный навык. Работа на двухязычковом манке немножко отличается по своей технике от одноязычкового. Значит, еще раз хочу напомнить, что основные ошибки, которые делают люди при работе с манком, первое, берут манок неправильно, либо его зажимают, что получается. Либо, наоборот, открытая рука, получается очень высокий тон. То есть, манок должен быть прикрыт. Дует неправильно. Если мы дуем не грудь, а дуем щеками, вот что получается. С щеками мы дуем совсем другой тембр, другую силу подачи воздуха. То есть, с щеками мы правильный звук не получим. Это вторая основная ошибка. Ну и, наверное, третью ошибку можно отнести как раз то, что манок неправильно подносится губами. Некоторые его очень сильно проглатывают. То есть, больше слюны попадает в манок, звук меняется. То есть, это все влияет на звук. Еще раз. Правильный хват, правильное дыхание грудью, и правильное держание манка у губ. Это основные принципы, которые помогут вам добиться правильного звучания на охоте. Для удачной охоты достаточно владеть с тремя основными звуками. Простой кряк, осадка и кормовые звуки. Я думаю, что на сегодня достаточно. Желаю всем хорошей охоты. Продолжение следует...